88% детей ответили, что пользуются интернетом каждый день. Сегодня по многим показателям поведения и знаний IT и интернета дети значительно опережают родителей. Большинству подростков школьного возраста или студентов в первых курсах сегодня интернет ассоциируют в первую очередь социальными сетями. И поэтому мы недавно обсуждали необходимость представительства в социальных сетях государственных структур, средств массовой информации. Мы пришли к тому выводу, что иногда для определенной аудитории людей отсутствие представительства в социальной сети это по сути отсутствие в интернете вообще. Ну так вот страшная история. Страница открыта и вдруг там какая-то непонятная картинка, видеокартинка, не подписи, ничего, я включаю, а там, пардон, порно, ролик. И причем он прислан нашим выпускником. Ну не прислан, а он там у него выложен, да. Выпускник, хороший выпускник, очень мальчик, который ходит в социальных сетях. Хороший выпускник, да. У него сесть на тот момент была. И я думаю, может быть там тронутся. Как это могло случиться? Как, вы знаете, меня прям... Я, знаете, бегу к Петру Михайловичу, ну, пожилой наш, такой, педагог, ОПП, сносится, значит, инструмент управляет. Я говорю, господи, Петр Михайлович, я говорю, вот Сева, представляете, что вот это, ну, что какой-то, это как это все? А, рядом учитель за информатики, значит, молодая. Она говорит, Елена Николаевна, вы нажали, что ли? Да, пересмотрели эту роль? Я говорю, да, посмотрела. Она говорит, так это может быть какой-то вирус, сейчас это всем вашим друзьям пошло, от вас теперь уже. Я перепугалась, говорю, господи, я больше туда ни ногой, ни рукой, мне страшно. Значит, потом я Север что-то там гневно написала, он не отвечает. Оказывается, вот они вместе там готовились, он у кого-то в гостях оставил в открытии свою страницу, и кто-то таким образом пошутил. Если мы говорим с точки зрения операторов мобильной связи, я вижу вопрос немножко в другом контексте, что нам, как представителям, да, и провайдерам этих услуг, необходимо обеспечить безопасность детей в интернете. Мы, наверное, с 2008 года ведем политику, у нас есть собственный проект «Уроки мобильной грамотности», то есть мы обучаем детей, рассказываем им о том, как пользоваться правильным интернетом, какими источниками пользоваться, как себя обезопасить от различного вида мошенничества в сети.